Энергия солнца на благо безопасности дорожного движения. Установить светофорный объект на подступах к школе номер 3 планировали давно. Решили сделать это сразу по современной технологии. Школьники к началу нового учебного года получат современный безопасный пешеходный переход. Казалось бы, множество предупреждающих знаков имеются лишачие полицейские, но теперь предупреждать водителя о пешеходном переходе будет еще и мигающий сигнал светофора. Этого требует наказ президента о безопасности дорожного движения возле образовательных организаций. Установка светофорного объекта, оранжевого мигающего, предусмотрена ГОСТом. И данные светофорные объекты устанавливаются на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций для привлечения внимания водителей, чтобы они заранее, заблаговременно были более внимательными, аккуратными, так как на данном пешеходном переходе необходимо особое внимание, так как дети могут переходить в проезжую часть, потому что рядом располагается школа либо детский сад. Такой светофор по опыту других территорий может окупиться уже через полгода. Днем он черпает энергию от солнца, даже когда оно за облаками, а ночью работает за счет накопленного заряда. Непростые и лампы. Они расходуют энергию намного экономнее, чем обычные светофоры. Однако есть и риски. Любую технику надо обслуживать. Если он автономный, то это не значит, что он работать будет всегда. Если он был бы от сети 220, как стационарный телефон. Есть андроиды, которые надо заряжать, а есть стационарный, его в розетку локнул и все. Здесь то же самое. То есть зимой надо будет его обслуживать. Специалистам нужно посмотреть, насколько технология будет эффективной. Поэтому пока экспериментальные светофорные группы установили в Канске на улице Муромской возле школы номер 3, на улице Николая Буды возле будущей 21-й школы и на шоссейной возле школы номер 15. У нас на 40 тысяч каждая светофорная группа будет дороже, но устанавливая такие светофоры мы исключаем капитальные затраты, как то подключение к электроэнергии, само связывание светофорной группы через дорожное полотно, то есть это не будет проводов сверху, не будет нарушено асфальтное покрытие. Это, конечно, те плюсы, которые мы преследовали. Если новшество зарекомендует себя в наших климатических условиях положительно, то местные власти планируют установить светофоры на солнечных батареях и на других пешеходных переходах. Технология будет взята городом на вооружение. Анастасия Мосин, Александр Минеев, телекомпания КАНС, 5 канал.